В Кишиневе раскрыли схему незаконного отчуждения земли, принадлежащей муниципалитету. В результате проведенных сегодня обысков офицеры на Центрах по борьбе с коррупцией задержали одного подозреваемого. Всего по этому делу проходит семеро человек, в том числе сотрудник агентства госуслуг. Здесь уже выступили с комментариями, с реакцией поступила и столичная мэрия. Этим утром прокуроры провели девять обысков у лиц, предположительно причастных к организации незаконной схемы. Одного задержали на трое суток. Были изъяты мобильные телефоны, электронные носители, информации, черновые записи. В надцентре по борьбе с коррупцией нам рассказали подробности работы преступной схемы. Сотрудник агентства государственных услуг находил людей, чьи участки земли граничили с муниципальной собственностью. Далее они устанавливали на границах этих участков бетонные блоки и строили на участке мэрии сарай или другое якобы временное сооружение. После этого владельцы частной земли при содействии сотрудника агентства госуслуг узаконивали эти участки, принадлежащие городу, и регистрировали в реестре недвижимости. На данном этапе выявлено пять случаев злоупотребления имуществом мэрии Кишинева. В агентстве госуслуг, между тем, комментируя заявление правоохранителя, отметили, что оказывают необходимую поддержку для установления всех обстоятельств противоправных действий. А в мэрии утверждают, что муниципалитет не имеет к этому никакого отношения. Фигуранты же уголовного дела здесь не работают. Относительно опубликованной в прессе информации о задержании НЦБК некоторых лиц, сообщаем вам, что мэрия Кишинева не имеет к этому никакого отношения. По имеющейся информации, речь о лицах не из мэрии. В различных других случаях представители мэрии сотрудничают с правоохранителями, чтобы защитить интересы муниципалитета. В то же время в мэрии утверждают, что за последние годы подавали в НЦБК и прокуратуру десятки отчетов по факту кражи земли. Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование при содействии Национального инспектората расследования. Остальные подозреваемые на время следствия будут находиться на свободе. Прокуроры определяют их процессуальный статус в зависимости от собранных доказательств.